Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать, как продвигать самостоятельно свой сайт. Я вам скажу, долго не хотел делиться этим топиком, меня даже просили не делать этого, но у меня принцип простой, если это не сделаю я, то это сделает кто-то другой. Как же необходимо продвигать свой сайт? И в этом видео я хочу поделиться своими секретами, как мы продвинули свой сайт, как мы продвигаем сайты наших клиентов, каким образом мы получаем трафик, продажи. Смотри это видео до конца и ты узнаешь 12 методов продвижения сайтов самостоятельно. Первым пунктом я хочу выделить, что необходимо набраться терпения и не надо строить высокие ожидания. Многие, те кто идут в интернет, они пытаются получить трафик и продажи и что они делают? Вот они анализируют какие-то крупные сайты, популярные сайты и создают похожий контент. И проваливаются, соответственно, потому что сегодня важно создать что-то новое, уникальное. Тогда есть возможность продвинуться. И многие, они почитали среднюю статистику, что можно продвинуть сайтом за 3 месяца, за 6 месяцев. Где-то в этих пределах, на самом-то деле, сайты продвигаются годами. Я вам скажу, даже наш сайт, нашей SEO-студии мы продвигали несколько лет. У нас было многое в зачаточном состоянии. Мы постоянно улучшали контент, мы постоянно работали с внутренней оптимизацией, с внешней оптимизацией. Мы создавали множество качественных, релевантных ссылок. И таким образом мы медленно, медленно, медленно продвигались. При том, что мы сами же маркетологи. Просто мы конкурируем с такими же маркетологами, как мы. А сейчас очень множество SEO-компаний, студий, которые также имеют свои сайты. И нам приходится между собой конкурировать. Поэтому самое важное, это набраться терпения и не ждать быстрых результатов. Быстрых результатов не будет. Просто улучшайте каждый день существующий контент. Работайте с внешней ссылочной массой. И не ждите, что вы там увидите скоро ранжирование. Просто смотрите хотя бы, что сайт индексируется, что растет видимость, что растут его позиции. Это уже будет положительный сигнал, что вы идете в правильном направлении. А бывает, что месяцами вообще не двигаетесь с места. И самое важное, не стройте высокие ожидания. Потому что, когда вы не достигаете этих высоких ожиданий, это где-то вас останавливает. И психологически, и эмоционально. Потому что многие приходят, говорят, все, я получу тратик через 3 месяца, через полгода. Я переранжирую какие-то крупные проекты. А после этого, бац, ничего не получили. И, соответственно, они уже не хотят этим заниматься. Ну, на самом-то деле, многие на этом этапе отсеиваются. Те, которые не готовы длительно ждать. Потому что, к примеру, вот мы начинали с бирж фрилансов. Мы продвигались там. Мы получали оттуда продажи клиентов. Потом мы начали создавать свой контент. И сегодня наш контент там, в том числе с нашего сайта, нашего блога, приносит намного больше продаж, чем, к примеру, те же биржи фрилансов. Где мы до сих пор также продаем нашу услугу. При этом, я вам скажу, мы это делали годами. Мы годами достигли этих результатов. Сегодня мы имеем действительно хороший трафик. Большой трафик, релевантный трафик. Для нашей компании, в которой, в принципе, не так много людей, мы получаем огромный трафик. И этого действительно нам с головой хватает. Поэтому моя вам рекомендация. Не ждите быстрых результатов. Просто каждый день немного улучшайте. Не пытайтесь охватить все. Постепенно, шаг за шагом, с каждым днем делайте что-нибудь лучшее, и вы получите результаты. И мы переходим к следующему пункту. Всем привет! Меня зовут Николай Шмичков. Конечно же, вы меня знаете. И сегодня я хочу затронуть вторую проблему самостоятельного продвижения сайтов. Это иногда непонимание, как люди будут вас искать. Именно, как люди будут искать вас. И определяют то, действительно, каким образом вы будете получать трафик на собственный сайт. В первую очередь, вы должны понимать намерения пользователей, как они ищут, какие они поисковые запросы задают в поиске. Для этих целей вам нужно, конечно же, что сделать? Ну, собрать семантическое ядро. Во-вторых, разделить семантическое ядро, само собой, по определенным кластерам. И затем каждый кластер разделить запросы по группам. В каждом кластере существуют, как мы знаем, общие запросы, которые являются такими высокотрафиками обычно. Второй момент. Есть вполне коммерческие запросы, которые содержат купить, цена, доставка. И есть информационные запросы. Но вот информационные запросы многие ошибочно сгружают в третью группу. Хотя их на самом деле тоже существует два вида. Есть информационные запросы, связанные непосредственно с покупкой. Как выбрать такие планы. И вполне себе информационные запросы, которые не принадлежат никак покупке. Допустим, как сделать самостоятельно, своими руками. Например, как вот это видео. Все эти запросы нужно грамотно распределить. И у каждых запросов будет свое предназначение. Следует помнить, что если запросов нет, они не трафиковые. Значит, вероятно, под ним контент продвигать будет трудно. То есть, это как таковых вы не сможете продвинуть запросы, потому что по их практически не ищут. Но есть тактика, называется продвижение по микрочастотным, низкочастотным запросам, когда создается контент и под узкие запросы. И за счет обширного создания контента можно вытаскивать трафик даже по высококонкурентным тематикам. Во-вторых, вы должны понимать, что не все запросы дают клики. Некоторые запросы просто люди гуглят и могут на вас не кликать. Ну, то есть множество причин. Некоторые запросы просто не провоцируют клики. Люди смотрят информацию, им достаточной информации, которую они увидели в выдаче, и они даже могут не переходить на сайт. Некоторые запросы, да, действительно клики могут и не выводить. Например, расширенный снипет при показе на самом деле не мотивирует иногда переходить пользователей на сам сайт, посмотреть ответы. В этом есть, конечно же, минус расширенных снипетов. Я про это рассказывал в своей статье. Ссылочку я оставлю в описании. Действительно, некоторые запросы клики не мотивируют. А некоторые наоборот запросы, ссылочки, то есть клики непосредственно мотивируют максимально. И есть запросы, определенные запросы, по которым есть смысл продвигаться, потому что даже продвинувшись в топ-10, вы получаете огромное количество кликов, потому что люди охотно кликают именно эти группы запросов. Какие именно, я рассказывал в той самой статье, не забудьте сходить и почитать. Второй момент, когда вы выбираете запросы для семантического ядра, это, конечно же, трафик и конкуренция. Вы должны четко понимать, что запросы с низким трафиком в семантическое ядро не годятся. Если он собирает семантическое ядро с частотами 1-2 запроса в год, то такие ядра на самом деле не имеют смысла для продвижения. Да, они, может быть, где-то для контента, для основы подойдут, но для продвижения они смысла не имеют, потому что зачем создавать контент, где запросов всего лишь мизерное количество. Если он, конечно, создается каким-то полуавтоматическим методом, типа как карточка товара, фильтр рубрики, то, как говорится, здесь можно и учесть. Но если вы создаете какой-то блок, создаете, уделяете внимание каким-то отдельным страницам услуг, то, конечно, нет смысла сосредотачиваться на страницах с низким трафиком. Но и выбирая запросы с высоким трафиком, конечно же, вы должны учитывать конкуренцию. Сколько уже запросов используется в данный момент в вашей выдаче? Вбейте запрос в кавычки и посмотрите, сколько уже таких запросов есть в тайтле. Сколько таких запросов занимает топ-10, страниц занимает топ-10. Насколько релевантный контент по этому запросу заданным вами в кавычках в данный момент в выдаче? Если вы видите более 10 результатов, скорее всего, конкуренция в этой нише, поэтому запрос уже очень высокая. И продвигаться будет вам сложно. Единственный способ продвигаться – это под другим запросом. И об этом мы остановимся в следующих пунктах. И следующий момент, что вы должны учитывать, когда вы подбираете запросы пользователей, вы должны учитывать, что некоторые запросы имеют абсолютно разный смысл. Например, в английском слове Mercury – это одновременно ртуть и одновременно планета Меркурий. И, соответственно, в английском языке, продвигаясь по ртутье, можно немножко неправильно собрать семантику. Вы можете предложить в комментариях множество своих примеров, когда с вашим запросом ассоциируется совсем другая тематика. И вам довольно трудно подбирать семантическое ядро и учитывать так называемое намерение пользователей, как люди именно ищут. Чаще всего это, когда вы что-то продаете, и поэтому, допустим, товару есть фильм, и книга, и, допустим, игра. И вот с этим действительно проблемы могут быть, когда вы пытаетесь продвигаться. Например, если вы захотите продвигаться что-то связанное с «Игрой престолов», то есть у нас сериал, есть у нас игры, есть у нас книги. И приходится постоянно как-то это дифференцировать уже дополнительно семантикой, потому что контент нерелевантный будет в противном случае в выдаче. Второй момент – это когда вы неправильно подбираете название своей компании. Самая частая ошибка, когда название компании называется так, как услуга, которую вы делаете. Например, вы делаете гранитные памятники, и вы ничего не придумали другого, как назвать компанию «Гранитные памятники». И, соответственно, эти гранитные памятники по запросу вы думаете, о, гранитной памяти.ком, да, это мой сайт, вот это я так называюсь. Вы можете ранжироваться в топ только в одном единственном случае, если у вас просто нет конкурентов. Стоит появиться каким-то конкурентом с нормальным названием, с нормальным именем, и они чуть-чуть нарастят брендовый трафик, вы тут же вылетите из этой ниши. В этом городе это однозначно готов об этом поспорить. Если вы считаете, что у вас получается продвигаться до сих пор так, напишите в комментах, посмотрим, может быть, вы действительно уникальны в своей нише, и за вами закрепилось такое название. Ну и финальный трюк, конечно же, когда вы выбираете название своей компании, вы должны учесть, чтобы не было названия компании, которые вы себе выбирали, с другой компании, с таким же названием, но которая работает в другом профиле. Например, у меня были случаи, когда туроператор, и, например, сайт, по-моему, был по продаже техники, имели одинаковую аббревиатуру названия. Некоторые сайты действительно могут называться одинаково, и в этом серьезная проблема. Либо мы им так называем безликие, некреативные названия. Например, у салона красоты, названные в честь имени хозяйки, это самый тому банальный пример. То есть, какой имен может быть действительно повторяться много, и один и тот же салон красоты Наталья может быть представлен только в одном городе в разных районах. Поэтому будьте добры, выбирайте. Уникальное название в своей нише, и желательно в вашем гео. Оно должно быть тоже оригинальным и не повторяться. Вообще неплохо, чтобы оно на всю страну было одно такое и уникальное. Третьим вопросом я бы хотел обсудить то, что делают практически все начинающие вебмастера. Они пытаются продавать. То есть, они создают именно коммерческий контент на их сайте. Я вам скажу, мы также сделали эту ошибку. Мы создали множество коммерческих страниц. Я вам скажу, результатов мы не получили, потому что коммерческий контент практически не ранжируется. А без инфоконтента он вообще не ранжируется. Сегодня важно создавать именно инфоконтент. То есть, это какие-то статьи блогов. Это именно полезная информация. И за счет нее получать трафик. Это помогает охватить все воронки продаж. Это помогает создать имя, бренд, что сегодня архиважно для продвижения вашего сайта. И только потом, когда вы действительно получили аудиторию, трафик, уже создавать коммерческие страницы, уже сделать внутреннюю перелинковку. Или просто многие пользователи, которые будут переходить на ваши статьи блога, они будут переходить на коммерческие страницы. И это будет давать результаты. То есть, сосредоточьтесь именно на инфоконтенте. Какой инфоконтент необходимо создавать? Там, где вы помогаете людям что-то полезное. Не пытайся там вообще что-либо продавать. Просто помогай. Это помогает хорошо именно создать бренд, потому что у людей есть чувство вины. Когда они получили что-то бесплатно, они поделятся вашим материалом, они закажут вашу услугу, и это будет работать. А потом, когда вы уже получили первый трафик, хорошую аудиторию, создавайте коммерческие страницы. И они помогут именно вам продавать. Мы так и сейчас делаем. То есть, у нас есть инфоконтент-блог, который приносит основной трафик. И этот трафик частично переходит на наши коммерческие страницы и заказывает нашу услугу. То есть, даже старые страницы услуг мы, в принципе, переделали. И для англоязычного нашего проекта мы вообще стартанули полностью с инфоконтентом. Мы вообще не создавали никаких коммерческих страниц. Сейчас мы уже постепенно создаем коммерческие страницы, которые также начали продавать. Поэтому обратите свое внимание первоочередно на инфоконтент. Это именно ваша цель. То есть, пишите какие-то классные статьи в блог. Не нанимайте каких-то копирайтеров, фрилансеров, чтобы они за вас сделали эту работу. Я вам скажу, это практически не работает. Мы свой блог начинали писать сами, делились своими мыслями, создавали что-то новое, уникальное. В процессе мы уже начали подключать каких-то сторонних специалистов, но мы подключали экспертов. То есть, мы подключали таких же маркетологов, соошников. Только они либо работали на себя, либо в каких-то других компаниях. Мы давали материал, который нам необходимо написать. То есть, мы составляли ТЗ, и они нам писали уже статьи в блог. То есть, если вы зайдете в наш блог, вы увидите, что у нас много авторов, которые не работают в нашей компании. Но я вам скажу, они пишут классный контент, который классно ранжируется в поисковиках. Что необходимо сделать? То есть, создавайте инфоконтент. Либо пишите сами, либо привлекайте экспертов. Лучше заплатите им в три раза больше, чем на каких-то биржах текстов. От специалистов, которые пишут обо всем. То есть, найдите именно блогеров, которые доказали свои знания. И создавайте этот контент для своего блога. И постепенно, постепенно улучшайте процесс именно создания инфоконтента. Ну, а мы переходим к следующему пункту. Четвертым пунктом я бы выделил, это оптимизацию своего сайта. И здесь мы рассмотрим три ключевых причины, которые нужно выделить при оптимизации сайта. Во-первых, это мобильная выдача. Во-вторых, это скорость. И в-третьих, это доступность контента. По этому поводу я остановлюсь по каждому пункту отдельно. И скажу, на что нужно обратить внимание. По поводу Mobile First. Сейчас уже все говорят Mobile Only. Об этом нам же сказал Игорь Шулешко, когда мы проводили с ним вебинар. Сейчас Mobile Only. Вы должны рассматривать свой сайт в первую очередь с мобильной версией. А потом уже десктопной. А не наоборот, как было ранее. Да, сейчас надо уделять внимание именно мобильной версии. Нужно работать над мобильной версией, чтобы она была достаточно функциональной. В нем было можно сделать большинство действий. Заказать, посмотреть контент, изучить всю информацию о вашей компании. Все это должно быть реализовано уже изначально на мобильной версии. Нужно быть быстро, проходить все валидаторы Google. Выдавать, как говорится, везде зеленую пометку, что у нас все хорошо работает. Валидаторы бесплатные. Можно протестить каждую страничку и проверить. Действительно, готовлю ваш сайт к мобильной версии. Валидаторов несколько. Есть классический валидатор мобильной версии. Также есть валидатор ThinkwithGoogle, классический валидатор. И по поводу этого я рекомендую тоже ссылочки оставлю в описании этих двух валидаторов. Можете проверить свой сайт, но проверяйте не главную страницу, а все страницы вашего сайта. Второй момент, это нужно убедиться в том, чтобы сайт работал быстро. Многие этому уделяют действительно очень мало внимания. Но все сайты, которые ускорили работу своего, загрузки своих страниц, ключевых страниц, которые им нужны для продвижения, стабильно выходят в топ и действительно растут в поиске. Это факт. Большинство клиентов, которые у меня стояли на месте, стоило им поработать с программистами и заняться загрузкой своих страниц, тут же все пошло вверх. Сейчас это пункт номер один, который мы рекомендуем. Просто при постоянном продвижении сайта, еженедельный мониторинг в вебмастере скорости загрузки страниц вашего сайта. Сейчас это можно делать бесплатно, самостоятельно и без всяких дополнительных аудитов. Просто добавьте свой сайт в Google вебмастер и смотрите в соответствующем отчете именно эту информацию. Ее можно просто посмотреть сейчас бесплатно, не нужно за это платить, выписать ошибки, дать программисту и пускай он их исправляет, если не появляется. Это касается скорости загрузки. Чему нужно действительно уделять внимание? Во-первых, сделайте загрузку JavaScript, отложенный после загрузки всего контента. Соответственно, контент должен грузиться без скриптов. Второй момент. Убедитесь, что вы сжали все файлы на странице по максимуму, насколько это возможно. И третий момент. Убедитесь, что вы сжали изображение по максимуму, насколько это возможно, конечно, без ущерба графики. Ну, то есть сжатие изображений, сжатие файлов и работа с JavaScript'ами, их отложенная загрузка, это должно быть первое, что вы должны сделать. Ну и, конечно же, если у вас сервер откликается очень медленно, то есть действительно время отклика сервера очень большое, возможно у вас проблема, у вас очень слабый хостинг, либо хостинг провайдер действительно вы выбрали неудачный. Следующий момент, я бы назвал его моментом, который идет к нам из-за рубежа. Это называется сделать сайт ADA совместимым. Это сделать сайт совместимым для людей с ограниченными возможностями. То есть тем, которым действительно плохо видно, у которых, допустим, они не могут набирать пальцем, используют голосовой ввод. То есть на самом деле таких людей много, то есть тех, у кого и проблемы со слухом, и тех, у которых проблемы с световым восприятием. То есть на вашем сайте должны быть переключения соответствующих режимов. Это считается сейчас, ну как бы фишкой 21 века, адаптировать даже сайт под такую нишу. Да, вы можете сказать, типа, Николай, зачем вы мне это говорите? Но на самом деле это тренд, это тренд 21 века, адаптация сайтов под ADA compatibility, под совместимость, под ADA. И здесь есть несколько советов, которые, конечно, еще вы, наверное, сами знаете. Первый совет это пропишите альты для всех картинок. Некоторые люди, которые, допустим, не знают, что за картинки, например, они их не могут видеть, им обычно голосовой помощник озвучивает, что на данный момент находится на этом изображении. И первое, что читает, это обычно альт-теги. Второй момент, постарайтесь уделить внимание цветовой гамме. Не используйте переливы цветов на кнопочках, допустим, если они требуются разного цвета, да, которые, ну, дальтоники действительно не отличают. Используйте контрастные разделения, чтобы кнопки визуально отличались и не сливались все воедино. Например, однотонный красный и зеленый цвет для дальтоника могут быть вполне одинаковыми. Это может быть все серым и не разглядеть какие-то элементы. Это касательно контрастности шрифтов. Ну и, конечно же, следует поработать над доступностью сайта для работы с голосовыми командами. Онлайн-формы должны быть возможны для заполнения при помощи голосовых команд. Это рекомендуется, на это требуется действительно потратить время, но адаптировать все формы для загрузки для голосовых команд – это must have. Ну и последнее вы должны сделать так, чтобы у вас на сайте было доступно в текстовой версии возможность рассмотреть все документы на сайте. Это делается тоже в формате этого ADA совместимости. Детали вы можете почитать на соответствующих справках Google и тому подобных сайтах, которые уже интегрировали этот сервис, эту совместимость на своих ресурсах. Пятым пунктом я бы хотел обсудить, что необходимо именно развивать одно направление. К примеру, мы когда начинали свой блог, мы писали практически все про SEO-продвижение сайтов, про все дисциплины, которые относятся именно к продвижению сайтов. Сегодня мы уже пишем и про продвижение в Instagram, и про продвижение в YouTube, и множество других тем мы охватываем, расширяемся. Но изначально лучше, конечно же, писать на какую-то одну четко заданную тему. То есть определите контент, который вы готовы создавать по вашей теме, и не пытайтесь сильно распыляться и пытаться конкурировать с какими-то другими авторитетными ресурсами, которые, в принципе, за счет того, что у них есть свой авторитет, могут это себе позволить. Начинать лучше с какой-то четкой одной тематики. Найдите какой-то контент-план, составьте его, пересмотрите конкурентов, выдачи. Я, как правило, ищу контент, который был создан давно, но при этом до сих пор генерирует хороший трафик, он уже либо морально устарел, либо содержит какую-то неактуальную информацию, либо просто слабо написанное, но при этом генерирует трафик. Я использую для этого HRS, вы можете использовать Simrush, Serpstat, множество других инструментов. Мы, кстати, вот на сайте создали список всех инструментов, можете его использоваться. И найдите какой-то свой любимый инструмент, и лучше всего, конечно, вручную перепроверять. То есть вы, когда составляете контент-план, пересмотрите статьи, которые генерируют хороший трафик, зайдите на них и посмотрите, сможете ли вы создать что-то лучшее. Не пытайтесь написать или сделать какой-то рерайт. Надо создать что-то уникальное, новое, абсолютно по другим углам. Я вам скажу, те статьи, которые не были похожи на другой контент в топ-10, то есть это было что-то уникальное, новое, они хорошо ранжируются. Когда это был сборник качественного материала, который есть везде, он вообще не ранжируется, не дает результата. Поэтому важно что-то именно принести новое, более актуальное. Поэтому обращайте внимание именно на топики, которые генерируют трафик, контент которых морально устарел, и создавайте контент туда. Другой параметр, на который бы я обратил внимание, это уровень авторитетности. То есть если вы видите, что у вас, вы начинаете с нуля и нет авторитетности, вы можете измерить там HRF, SamSimRush. Лучше конкурируют с такими же сайтами, которые также не имеют авторитета, но при этом имеют хороший трафик. То есть, как правило, пересмотрите контент, который ранжируется в топ-10, и посмотрите, чтобы уровень авторитета у этих доминов был тоже низкий, то есть невысокий. Это ваша лига, потому что, когда вы получите первый трафик, вы постепенно перейдете на вторую ступень, на третью ступень, и благодаря новому авторитету вы сможете как бы охватывать более широкие топики. Это все равно, что занятие боксом, да, то есть вы не можете там в первый день сразу боксировать там с чемпионом страны по боксу или там с чемпионом мира. То есть вы постепенно турниры за турниром, начиная от каких-то региональных турниров, вы продвигаетесь, да, то есть вы тренируетесь много, и выигрывая какие-то определенные турниры, вы идете выше. То же самое в контенте, то есть изначально конкурируйте с вашей категорией весовой, потом постепенно переключайтесь на уже каких-то более серьезных конкурентов, то есть необходимо идти шаг за шагом. Но мы идем к следующему пункту. Шестым пунктом я бы выделил, это работа с репутацией. Занимайтесь отзывами самостоятельно. Поверьте мне, вам никакая SEO-студия не выполнит эту работу. Работа с отзывами, это то, что должен делать сам владелец бизнеса, его маркетолог, его категорийный менеджер, его управляющий. Он должен работать с отзывами и должен знать, как это делается. И в этом фрагменте я расскажу, что нужно делать по работе с репутацией на вашем сайте. В первую очередь изучите информацию, где уже на вас размещены отзывы. Это можно следить как разными методами, так и вручную поискать. Например, можно по названию компании отзывы поискать площадки в Google, например, все, что есть, и собрать эту информацию и сохранить у себя списки ссылок. Во-вторых, можно настроить Google Alerts, например, на упоминание с комбинацией появления нового контента по этому запросу. Ваше название компании и отзывы. Это однозначно позволит вам следить за свеже появляющимися отзывами на каких-либо площадках и своевременно на них реагировать. И, конечно же, нужно работать с негативом. Люди в основном пишут негативные отзывы. Положительные отзывы вообще редко кто оставляет. Негатив появляется первым. Почему? Возможно, вы какого-то клиента обидели, кому-то плохо объяснили что-то, плохо расстались с клиентом, допустим, либо вообще действительно занимались там мошенничеством, ну, всякое бывает, где-то там, ну, вы считаете, что это не мошенничество, клиент посчитал, что это мошенничество. И он, конечно же, оставит негативный отзыв. Негатив нужно найти, вы удалить его не сможете. Ко мне обращались часто клиенты с просьбой, помогите нам удалить, это невозможно. Просто удалить, это, не знаю, вам нужно реально, ну, что-то найти владельца площадки, не знаю, там, сказать ему, удаляй быстрого отзыва, ну, пригрозить. Тоже, как бы, такое не совсем уголовно, как говорится, белая задача. Поэтому, ну, никак это заставить человека удалить невозможно. Там, заплатить ему, дать взятку, что вы будете делать? Ну, ничего из этого не работает. Там, ДДО-сить его сайт, тоже бесполезное занятие. Единственный вариант, конечно, это отвечать на отзывы, отвечать вежливо и отвечать, конечно, мотивируя владельца отзыва с вами связаться. И потом, собственно, решив проблему, попросить его, ну, написать, что отзыв, проблема решена, либо уже после решения проблемы попросить его удалить отзыв. То есть, если так уже, когда проблему уже решили, все по-нормальному, там, типа, давайте, там, отзыв удалите. Но никогда не начинайте разговор, что вы ему пишете только с целью удалить отзыв. Нет, вы пишете ему с целью решить его проблему. Обычно, решая проблему, отзыв обычно удаляется, либо остается, но уже там, типа, написать, проблема решена. Ну, это как вариант. То есть, да, действительно, имело место. Не все компании действительно работают на 100% успешно. Не нужно думать, что все на 100% будут успешны. У всех компаний есть какая-то доля негатива. Она обычно со временем, если вы поймете этот принцип, она будет сводиться к минимуму, и вы не будете тратить время на этот самый негатив. Я снимал большой ролик по управлению репутацией. Рекомендую сходить к нам на канал и посмотреть его. Затем задумайтесь над ситуацией, если у вас действительно на вас вообще никто никакие отзывы не пишет. Но вам хочется, чтобы про вас клиенты знали, потому что в первую очередь, что будут гуглить, это название компании, и про вас какие-то отзывы в сети, кто вы вообще такой. Конечно же, нужно спарсить те самые площадки. Для того, чтобы их спарсить, существует ряд методик. Я про них рассказывал на наших вебинарах. Рекомендую посмотреть наши вебинары. Я показывал в прямом эфире, как это делается. Их можно действительно при помощи гугла просто сохранить себе и работать с ними. И соберите эти все площадки, зарегистрируйтесь на них, заполните свой профиль своей компании, и, конечно же, уделяйте внимание, чтобы там клиенты размещали отзывы. Мотивируйте их ходить на самые трафиковые площадки. И понимаю, что вы найдете более 50 площадок, где можно оставить отзывы, но просите оставлять отзывы хотя бы на первой тройке из них. Зачем это нужно? А потому что гугл, потом если увидишь, что вы размещаете отзывы на каких-то самых трастовых площадках, он их будет выводить в гугл мой бизнес в выдаче, как трастовые площадки, где на вас размещаются отзывы. И, конечно же, не стоит забывать про сам гугл мой бизнес, где люди размещают отзывы. Ну, из секретов самостоятельной, говорится, мотивации клиентов для того, чтобы они оставляли вам отзывы, самый простой вариант, это догоняющая рассылка после завершения заказа, либо прозвон по клиентам, которыми вы уже закрыли сделку и просите оставить мнение о вас. Ну, и, конечно же, банальная офлайн реклама, то есть, если у вас бизнес не только в онлайне, но и где-либо в офлайне, банальный QR-код, распечатанный на стене с просьбой зайти по ссылочке и оставить отзыв на каких-то двух, трех самых популярных площадках. Обычно эти площадки, они всем известны, и люди с легкостью там оставляют отзывы. Это может быть даже банально в Facebook ваша страница, где люди заходят и оставляют отзывы о вас. Это может быть Google карты и банально справочник вашего города, такой как дубль ГИС. Следующим пунктом я бы хотел именно обсудить, почему необходимо иметь свой блог. Я уже касался этой темы, что блог архиважен, но многие, у них нет опыта именно написания статей, и лучше всего этот опыт наработать. Каким образом его можно наработать? К примеру, вы можете постить много в социалках. В том же англоязычном сегменте я в своем LinkedIn постоянно пишу посты, то есть, я таким образом улучшаю уровень своей писанины. Можете создать какой-то бесплатный блог там на блогспоте, или там TypePad, или какой-то другой, или тамбл, и тоже вести какой-то блог, постоянно писать. Когда вы пишете каждый день, и вот известные авторы, они, как правило, делают какой-то лимит, не меньше там 700 слов в день, не меньше 1000 слов в день, это где-то в районе 10 тысяч символов. То есть, они постоянно пишут и улучшают уровень своей писанины. Это важно. То есть, для Google важен качественный контент. Вот в отличие YouTube и Google, что в Google у вас нет права на ошибки. То есть, вы можете написать какую-то статью и долго ее продвигать, а она может не продвинуться. Такое тоже часто бывает. А бывает, что ту статью, где ты вообще не ожидал, что она продвинется, она бац, попала в топ и получает хорошие результаты. И почему отличие от YouTube? Потому что в YouTube, если не получилось продвинуть какое-то одно видео, вы можете снять похожее видео на эту же тему, по этим же ключевым словам, и его продвинуть. Таким образом, в YouTube это понятно уже в течение нескольких дней. То есть, буквально в первые 24 часа понятно, насколько аранжируется видео, куда оно зашло. В течение недели уже видно, какие более четко позиции оно занимает. Для Google этот процесс отнимает по несколько месяцев. То есть, тут непонятно, будет оно аранжироваться, не будет. Поэтому важнее писать много контента. Но Google не любит слабый контент. Вот это в отличие от YouTube. То есть, в YouTube я могу заявить какое-то видео. Если оно будет слабое, не аранжироваться, я его не буду удалять. Оно будет сохраниться у меня на канале. Для Google важно качественный, постоянный контент, что-то классное, полезное. Поэтому можете потренировать вот этот уровень качества на каком-то стороннем блоге. То есть, зарегистрировать бесплатный блог или в тех же социалках постоянно писать. Вы таким образом улучшите качество своей писанина. А уже для своего блога, именно для своего сайта вы можете выкладывать какой-то классный контент, который вы действительно считаете, что полезный, новый, интересный. И это даст результаты. То же самое, если вы принимаете каких-то сторонних копирайтеров, блогеров. То есть, ищите тех, которые имеют опыт именно написания классного контента. Мы, как правило, ищем специалистов, маркетологов, соошников, которые доказали на других блогах свои результаты. Ну, мы переходим к следующему пункту. Восьмым пунктом самостоятельного продвижения сайта я бы выделил изучение конкурентов. И здесь я бы обратил внимание на вещи, которые обычно многие забывают. Правильно сегментируете конкурентов. Есть прямые конкуренты, есть непрямые конкуренты и есть сайты со схожих ниш. Прямые конкуренты – это те, которые работают в вашем гео, пересекаются с вами по ценовому диапазону и фактически у вас с ними общая целевая аудитория. Это прямые конкуренты. Непрямые конкуренты – это конкуренты, которые пересекаются с вами по товарам, но могут не пересекаться с вами по ценам, по гео, либо кое-как пересекаться, но не плотно. Это называется непрямые конкуренты. Когда есть два крупных интернет-магазина и у них смежная группа товаров совпадает, а 80% товаров каждого не совпадает. И, конечно же, есть сайты из смежных ниш, которые, например, предлагают те же товары и услуги, но они предлагают их, допустим, перепродавая трафик, фактически не являясь вашими прямыми конкурентами. Яркий пример – это какой-то прайс-агрегатор типа e-каталог или хотлайн. То есть вы конкурируете с e-каталогом, с хотлайном, вы конкурируете с какими-то авито в поисковой выдаче. И таким образом, вы конкурируете непосредственно уже по потенциальной целевой аудитории. Потому что аудитория может выбрать не вас, и там уже выбрать другого непосредственно конкурента. Поэтому мониторить нужно всех. И каждому нужно действительно уделять разное внимание. В первую очередь, какая ваша цель мониторинга конкурентов? Это вопрос номер один. Откуда каждый конкурент берет трафик? Вы можете сказать, что SEO – это львиная доля трафика, но это не так. Некоторые конкуренты могут брать трафик вообще другими методами. Я записал видео, которое называется «Почему вам не нужно SEO?» и рассказал примеры случаев, когда SEO действительно не нужно. Ведь трафик можно брать разными методами. Можно использовать email, рассылочку, можно брать трафик из соцсетей, вести в виде паблика, причем разными методами трафик брать. Можно просто вести трафик с Пинтерест, как нам рассказывали на вебинаре. Сходите, посмотрите вебинар, где мы рассказывали, как можно вести трафик с Пинтереста. Можно заниматься тем, что вести трафик из ретаргетинга соцсетей. 20% лидов нашего бизнеса идет из ретаргетинга из соцсетей. Именно из соцсетей я обращаю внимание. Это Instagram и Facebook в нашем случае. Следующий момент, откуда можно брать трафик, это, конечно же, email. Можно вправлять email в базе данных клиентов, которые собираются через блок, через любые другие воронки, и по email уже непосредственно продавать и вести трафик на сайт. Самый простой способ, когда сайт действительно гребет трафик из email. Ну и, конечно же, можно через контекст в поиске. Некоторые бизнесы просто на этом живут, они ловят клиентов только из контекста в поиске. Я примеры такие знаю. Это в основном касается ниш, где покупка, я бы так сказал, происходит спонтанно, мгновенно, и потому что горит. Например, загранпаспорта или выкуп авто. Там без контекста жить невозможно. Сколько бы вы вкладывали деньги в SEO, не вкладывали. SEO нужно только для репутации. На самом деле нет смысла лить дальше трафик. Там нет трафика из SEO. Весь трафик идет из контекста и люди просто выбирают того, кто более, говорится, достоин доверия. Поэтому некоторых нишах действительно нужно работать. Ну и, конечно же, работа с отзывами. Отзывы решают многое и люди из сайтов отзывов могут действительно ловить. Форумы. Некоторые ниши живут только за счет форума, потому что у них раскручены аккаунты, где вся клиентура сидит только там. То есть, вся аудитория посещает стабильно этот форум. То есть, следующим выводом, откуда брать трафик, нужно, во-вторых, изучить, кто ваш потребитель. Уделите внимание, кто ваш потребитель. Какими сайтами он пользуется. Где он может бывать. Где он может искать про ваш товар. Где он может искать про ваш услугу. Какие сайты он преимущественно посещает. И уже после этого стройте работу. Например, если бы я занимался прошивками телефонов, я знаю, что есть сайты, где люди постоянно качают прошивки. Я знаю сайты, где люди постоянно качают там АПК-приложения, допустим, на тот же Android. Если я занимаюсь собственно прошивкой телефонов, я бы покупал рекламу просто бы на этом форуме, где активно люди общаются. Если же вы убедились, что все-таки SEO дает трафик в основном конкуренту, я могу вам сказать, что большинству конкурентов ваших трафик дают не все страницы, а какая-то малая часть. И именно эта малая часть страниц и дает им львийную долю трафика. Что вам нужно сделать? Изучить конкурентов, где у них слабые страницы. Посмотреть, у каких конкурентов действительно страницы слабые. Самый простой способ взять всех конкурентов, просканировать в том же Ахревс и посмотреть их топы и выделить слабые страницы. Да, многие этого не уделяются. Смотрят топ-страницы, а я говорю, нет, смотрите слабые страницы. Те страницы, которые у них не продвинуты, те страницы, по которым у них нет трафика. Изучите по пересечению всех конкурентов и выделите те слабые страницы, которые есть во всех конкурентах, которых вы выбрали. И если это ваш товар, вы ним занимаетесь, создайте максимум контента, максимум контента по этой теме. И если он еще и трафиковый тем, уделите максимум внимания во всех сферах, где можете себе позволить. Это YouTube, например, я рекомендую, это блог и тому подобное. Следует выбирать там, где конкуренты еще не протоптали себе дорожку, пока еще не успели. Проанализировав конкурентов и выбрав те слабые места, тот тонкий контент, который они упустили, уделяйте внимание в первую очередь ему. Девятым пунктом я хотел бы обсудить, почему важно писать гостевые посты. Я вам скажу, что мы написали более 300 гостевых постов, и мы потом остановили этот процесс. Ну, где-то сейчас у нас там, я не помню точно, там около 350 гостевых постов. Мы писали их на блоге divako.ru, на seo.news, на rb.ru, на search engine, на множество других блогах. Практически везде мы, где могли, написали гостевые посты. Многие из них даже дают хороший трафик тем сайтам, где мы написали. Мы не получали деньги за эту работу, но мы получали обратные ссылки на свой сайт, что помогло ранжировать наш сайт. Найдите именно блоги, которые в вашей индустрии, и пишите для них гостевые посты. То есть вам необходимо изначально сделать аутрич, то есть написать им письмо, спросить, принимают ли они гостевые посты. После того, как вы получили подтверждение, выбрать какие-то темы, договориться, согласовать и писать гостевые посты. Мы в течение года писали кучу гостевых постов. У меня некоторые гостевые посты, для того же серпстата я потратил 10 дней своего времени просто написать эту статью. Для блога divako.ru я потратил тоже около 10 дней. Я просто писал эту статью, постоянно улучшал, менял, видоизменял. Это действительно авторитетные сайты, они отнимают больше времени. Для чего это необходимо делать? Для того, чтобы получить вот эти внешние ссылки, получить авторитетность, получить релевантный трафик. Не пишите просто гостевые посты с целью ссылки. То есть вы должны принести какую-то известность. То есть на этом блоге, к примеру, если вы зайдете на серпстат, выберите модуль самые комментируемые статьи, вы увидите, что моя статья на первом месте. Выберите самые просматриваемые, она тоже находится там в топе, среди самых просматриваемых статьи за историю блога серпстат. Зайдете на блоге ВАКа, вы увидите, что моя статья самая комментируемая за последние 4 года. Почему так? Потому что я действительно влил душу, я написал классный какой-то контент. Хотел бы я писать для своего сайта? Конечно, я хотел бы писать для своего сайта. Но мне надо было получить какую-то авторитетность от других. Вот эти внешние ссылки, они усилили авторитетность именно нашего блога. И сегодня мы пишем только для нашего блога, мы даже остановили гостевой постинг. Я не знаю, продолжим мы его или нет, но уже когда написано больше 300 статей с других популярных блогов, практически не ощущается вот эта разница. Когда мы начинали писать, мы понимали, что это давало огромный буст. Сегодня мы в принципе его не замечаем за счет того, что мы уже получили хороший авторитет. Поэтому начните с того, что вы должны писать тоже для других, чтобы получить вот эти авторитетные внешние ссылки. Не надо за это платить денег, просто напишите, давайте я вам создам классную статью. Вам не надо платить за нее, вам не надо нанимать копирайтера, я вам сам все напишу. Ну, понятное дело, в этой статье будет, конечно же, ссылочка на нас. Некоторые сайты могут это доказать. Ну, ничего страшного, даже ссылка на автора статьи, это уже тоже большой плюс. То есть, если вас просто укажут автором, это уже, знаете, как продвижение того же бренда. Поэтому мой вам совет, пишите тоже для других, для того, чтобы продвинуться изначально. То есть, ну, допустим, тот же Брайан Дин, он написал там за все время больше 300 гостевых постов. Нил Пател писал 100 гостевых постов в месяц. Сегодня они тоже это не делают, потому что уже имеют достаточный авторитет. То есть, вам необходимо тоже этот процесс запустить, хотя бы на первом этапе, чтобы создать множество классного контента на других сайтах. И это даст известность и движение именно для вашего сайта. Ну, а мы переходим к следующему пункту. Десятым пунктом я бы выделил юзабилити сайта. По поводу юзабилити я уже снял как минимум два ролика. Эти два ролика уже есть на нашем YouTube-канале. Я планирую снимать серию роликов по юзабилити. Так что не забываем, говорится, подписаться на наш канал, нажать на колокольчик. И следить за свежими выходами моих видео по юзабилити. На что нужно обратить внимание, конечно же, в юзабилити. В первую очередь, это то, что ваш сайт, как говорится, все блоки сайта должны быть на привычных местах. Вы можете сказать, я хочу сделать революционный дизайн, революционный сайт. Но ваш революционный дизайн могут не оценить 80% посетителей сайта, которые в основном являются консерваторами. Они посмотрят на ваш сайт, не разберутся и его закроют. 20% молодежи, которые нравятся ваш сайт, они будут его любить, но вы потеряете 4,5 трафика и продаж. Что вам лучше? 1,5 революционеров или 4,5 платежеспособной аудитории? Решайте сами. Поэтому я считаю, что действительно нужно уделять внимание именно традиционному расположению блоков сайта. Проанализировал конкурентов, как я рассказывал в прошлом. Вы выбираете те блоки сайта, которые нужны и смотрите дизайн блоков, как они реализованы у конкурентов. И, конечно же, я бы выделил, это, конечно же, телефон в шапке и в подвале. Это то, что вообще должно быть. Кнопочки заказа услуги. Я у некоторых даже на страницах услуг не видел кнопки, как заказать услугу. Это факт. Ну и следующий момент, это юридические данные вашей компании. Это ИНН, КПП, ОГРН в России, например, да, и в Украине, то есть, соответственно, тоже реквизиты. Они должны быть у вас либо в подвале, я рекомендую всегда их дублировать в подвале, и на странице контакты в специальном блоке реквизиты. Я рекомендую выделить именно эти блоки. Также не следует забывать про хлебные крошки и, конечно же, онлайн-чаты. Онлайн-чаты могут быть реализованы как живыми чатами, так и при помощи чат-ботов. Вы можете совместить одно с другим, когда обычно чат запускается все время, но, допустим, когда ваши сотрудники не работают, включается чат-бот, который в обычном диалоге в формате вопрос-ответ принимает заявку сам, ну, не требуя вашего участия. Ну и второй момент, на что бы я обратил внимание, это, конечно же, привычный дизайн. То есть, мы говорили блоки, и дизайн тоже должен быть привычный. Чему надо уделять внимание? Это цветовой гамме. Цветовая гамма должна соответствовать примерно большинству сайтов вашей ниши. Есть множество гайдов, как выбирать цветовую гамму для сайта. Я не буду останавливаться об этом. Я, скорее всего, остановлюсь в отдельных роликах по юзабилити. И цветовая гамма – это очень важный момент. Второй момент, конечно же, это шрифты. Шрифтам нужно тоже уделять внимание. Они должны быть достаточно читабельными, не сверх мелкими. Они должны быть контрастными. Но я не рекомендую использовать для большинства нишчерный фон и белый шрифт. Это раздражает глаз. Возможно, для каких-то молодежных сайтов, где там онлайн игры всякие, там это подойдет. Но в основном большинству B2B сайтов, я бы и B2C сайтов, я бы рекомендовал, конечно же, белый фон и черный шрифт. Следующий момент, я бы уделял внимание порядку на сайте. Конечно же, порядку на сайте, если это уделять внимание, это у вас не должно быть на сайте битых ссылок. Постарайтесь все ссылки, которые вы когда-либо удалили и сделали редиректы, все равно отыскать на сайте и сделать их двухсотыми, чтобы не было этих самых редиректов, потому что редиректы могут запутаться и вызывать проблемы при навигации. Ну и, конечно же, сделать хорошую страничку 404. Это не должна быть обшибка сервера, которая выдается на дальнюю красивую, должна быть красивая статичная страничка 404. Я снимал видео про 404, сходите, посмотрите, в видео будет уведомление, можете посмотреть, как делать классные страницы 404. Также следует уделять внимание страницам, которые типичны для вашей ниши. Конечно же, это страничка ОНАС, страничка Контакты, я считаю, что они должны быть всегда на всех сайтах, даже когда вы создали лендинг, да, даже для лендинга прикрутите эти страницы. ОНАС, Контакты, это должно быть. Следующие страницы, которые я перечислю, они различны для разных ниш. Например, для интернет-магазина обязательно должна быть страница категорий, страницы под категории, которые вызываются при выборе определенных разделов фильтра. Конечно, страничка карточки товара, страничка корзины и регистрации входа в личный кабинет. Без этого сейчас ни один интернет-магазин, походу, даже уже не существует. Это must-have для любого интернет-магазина. Также для интернет-магазина рекомендуется всегда создавать странички отдельной доставки, странички оплаты, странички гарантии, странички возврата платежа. Эти странички попросту должны быть по умолчанию. Можно даже создать страничку, как пользоваться вашим сайтом, некий гайд, как правильно покупать, как редактировать товар в корзине и тому подобное. Можно сделать вполне наглядную страничку. Для корпоративных сайтов я бы выделил, конечно же, страницы услуг, отдельно страницы, связанные с портфолио и, конечно же, страницы пресс-релиза. Допустим, где вы публиковались, на каких СМИ можно делать вполне себе странички с пресс-релизами. Я бы уделял внимание корпоративным сайтам, конечно же, логичной структуре, быстрой навигации, потому что иногда до некоторых страниц попросту не добраться. Я рекомендую делать очень удобное меню, которое находится прямо под шапкой, для того, чтобы вы могли с легкостью найти эти нужные страницы. Подвалу бы я оставил, конечно же, страничку политика конфиденциальности, это касается всех видов сайтов. И я бы всегда рекомендовал добавлять страничку вакансий. Почему бы и нет? Если кто-то ищет вашу название компании или там 8 вакансий, пускай выводится ваш сайт сразу, вам не придется платить. Каким-то, не знаю, там сайтом поиска работы, у нас некоторые вакансии приходят просто к нам сейчас, на данный момент, потому что эта страничка начала продвигаться. Все квик вакансий, она имеет вес и люди действительно пишут нам заявочки на то, чтобы трудоустроиться к нам на работу. Одиннадцатым пунктом я хотел бы обсудить, почему важно также продвигаться в социалке и необходимо выбрать хотя бы одну социальную сеть. Сегодня 70% покупателей, они прежде чем заказать у какого-либо бренда, они проверяют его авторитетность или активность в социалках. То есть они заходят именно в вашу социалку и смотрят, как часто вы постите, сколько у вас подписчиков, как вы общаетесь с вашей аудиторией. Почему это делается? Потому что много обмана в интернете, люди не знают, это честная компания, нечестная компания, а в социалках все видно. То есть если ваши посты комментируют, если вы имеете множество подписчиков, то соответственно повышается уровень доверия и у вас заказывают ваши услуги. Выберите какую-то одну социальную сеть. К примеру, в англоязычном сегменте я выбрал LinkedIn, потому что я там получаю множество подписчиков. Сегодня у меня там больше 8000 подписчиков и это помогает именно получить и даже тех же покупателей. Это также помогает получить уровень доверия для SEO, потому что SEO это не просто сегодня сделать контент и ссылки. Это надо доказать, что вы действительно авторитетны, потому что Google изучает параметр авторитетности и доверия. Доверие это как раз есть социалки, которые доказывают, что вы действительно живой бренд, который контактирует со своей аудиторией, где с вами можно пообщаться, прокомментировать. То есть это важно именно посетителям вашего сайта, но плюс рассматривайте социалку как дополнительный источник продаж, потому что сегодня множество людей в социалках и мы действительно сегодня продаем. То есть тот же наш YouTube канал, многие приходят и говорят, мы смотрели ваши видосы, хотим заказать вашу услугу. То есть не рассматривайте социалку просто как усилитель SEO. Это другой источник продаж, который не хуже, чем SEO, я вам скажу. При том, что у нас SEO дает огромный трафик, у нас и YouTube дает хороший трафик и дает хорошие продажи. Не пытайтесь охватить все социалки, не пытайтесь взять сразу 2-3. Это стратегия в никуда. То есть если у вас 2-3 специалиста, да, сделайте это. Но если вы один, то лучше взять какую-то одну социалку и получить там максимальные результаты. К примеру, я вот в англоязычном сегменте пытался и в Facebook, и в Instagram, и в Twitter, и в LinkedIn. Везде уделял там по немного времени и практически результата не видел, там 10-20 подписчиков в день. Сегодня я в LinkedIn получаю там 200 подписчиков в день. Почему? Потому что я просто всю свою энергию и силы трачу на LinkedIn, где я получаю результаты. То есть я охватил одну социальную сеть, где действительно у меня получается. Найдите вашу социалку, где действительно вы можете продвинуться и получить результаты. 12-м пунктом завершающим я бы выделил работу над контентом. Помните, ни один SEOшник не напишет вам контент. Я разбираюсь в SEO. Еще разбираюсь в микробиологии. Я могу написать как статью по микробиологии, так статью по SEO. Ну, по контекстной рекламе еще могу написать статью, конечно же. Могу написать по соцсетям. Но я не смогу написать статью, как проводятся геодезические инженерные работы. Я не смогу написать статью, как ремонтируется стиральная машина. Я с трудом напишу что-либо по стоматологии. Поэтому создание контента SEOшнику не доверяют. И на то есть причины. Единственный случай, в котором доверяют SEOшнику создание контента, если это он будет искать автора. И он ищет автора, оплачивает тестовые задания, находит авторов, которые подойдут клиенту, то есть проводят собеседование с авторами. И, конечно же, потом может этих авторов как держать у себя, так и передавать уже непосредственно клиенту, в зависимости от того, как вы договоритесь. Но это единственный метод, как SEOшник может помочь. И то, скорее всего, он будет искать авторов для внешнего контента, для того контента, который не размещается на сайте. Почему? Потому что контент, который создается для сайта, создается обычно самими силами самого сайта, их собственными авторами, которые опубликованы на странице автора. Как у нас на странице автора опубликованы все наши авторы. Можно зайти, посмотреть биографию и что они создали. То есть обычно создание контента, это действительно, ну, то, что должно быть у вас самостоятельно. И создавать контент нужно действительно самостоятельно. Первое, чего нужно, конечно же, создать контент, нужно произвести мозговой штурм. Перечислить все возможные идеи, которые вы можете найти по вашей теме. Про что можно писать? Здесь можно изучить всех конкурентов, можно посмотреть все профильные сайты, построить все профильные площадки, Да даже взять учебник по вашей нише, по чем вы занимаетесь, и посмотреть его содержание. И взять это за основу вашего контент-плана. Собрать эти все идеи в какой-нибудь майндкарте, в чем угодно, в таблице, в любые методы, как вы это представите. После проведения мозгового штурма нужно произвести фильтрацию этих идей. Нужно прогнать каждый контент на поисковые запросы, изучить их трафик и рассортировать их по популярности. После того, как вы сделали эту работу, оценить ее по конкуренции, то, что мы рассказывали в прошлых советах, и уделить внимание, как это будет лежать на вашем сайте. То есть, если вы собираетесь этот контент размещать на вашем сайте, на вашем YouTube-канале, в ваших соцсетях, то придумать логику структурирования подачи этого контента. Если вы будете изначально строить эту работу на сайте, то изначально сегментируете контент по блокам, этим блокам уделяете категории и выпускаете контент по всем категориям равномерно. Допустим, вы создали 6 категорий блога, и для каждой категории по одной написали статье. В следующем месяце по другой новой статье, по еще по одной статье. И таким образом уделяете внимание написанию контента. После создания контент-плана вы выбираете его формат. То есть, вы начинаете уже создавать контент, и первый вопрос – выбор формата. SEO-шник вам может посоветовать те форматы, которые конкурентны, неконкурентны в вашей нише, где есть смысл продвигаться или нет. Их на самом деле на сегодняшний момент не так уж и много. Первый – это, конечно же, статья на вашем сайте. Это может быть блоговая статья, обзорная статья, исследование, все что угодно. Это статья написанная, текстовая статья. Второй момент – это может быть статья гостевая, написанная на крупной трафиковой площадке, которая ссылается на вас как на автора. Да, это тоже контент, он тоже пишется формально, это не ваш контент-план, пишется сторонним. В каком случае выбирается этот формат? В том случае, если вы уже написали контент по этой теме на свой сайт. То есть, если вы хотите написать еще что-то, но оно будет конкурировать с вашей статьей, вы можете написать такой же, но гостевой пост и опубликовать его на каком-то СМИ, либо на какой-то тематической площадке. Следующий формат, который, конечно же, мы рекомендуем всем – это видеоролик. Этот видеоролик снят просто в нашей видеостудии. На меня сейчас смотрит в данный момент фотоаппарат Canon 80D, сзади меня находится зеленый экран, который дизайнер благополучно убрал, здесь у меня находится стол, на котором мне удобно держать, допустим, мою чашку с кофе, и я записываю этот ролик. Ну и, конечно же, на меня смотрят софиты, свет, который светит на меня, и делает так, чтобы сзади меня не было тени, которая идет из этого окна. То есть, на самом деле, не так уж и много. Микрофон, петличка, пульт, фотоаппарат – больше вам ничего не нужно. И вам нужно все лишь голова и контент-план для создания этого видео. И видео вы можете создавать тоже самостоятельно. Сеошник вам не запишет ролик. Глупо обращаться к кому-то – запишите мне ролик. Нет, ролики нужно создавать самому, с любовью, уделяя этому внимание. Если вы до сих пор думаете, что вы не можете это сделать, я хотел бы, чтобы вы написали в комментариях топ-5 отмазок, почему вы еще не создали свой YouTube-канал и не ведете его. Хотел бы видеть, вот напишите 5 причин, почему вы не создали свой YouTube-канал и до сих пор его еще не ведете. Ну и финальный вариант, который существует еще для формата создания контента – это подкасты. Подкасты – это самая, так как говорится, неконкурентная и нераскрученная пока еще ниша. Контент можно создавать в подкастах. Вы просто записываете на микрофон все, что вы хотите сказать. Потом это просто обрабатываете, убираете шумы, и вот у вас подкаст готов. Нужно только технически реализовать выгрузку подкастов во все сервисы. Есть бесплатная программа Ankor.fm, которая позволяет это сделать, не привлекая программиста. Вы можете писать подкасты прямо туда, там безлимитные хранения этих сайтов. Но можете реализовать также их на своем сайте. Тогда у вас не будет никакой монетизации в этих подкастах, что очень как бы упрощает работу с ними, потому что подкасты только это, а ваши аудиофайлы без сторонней монетизации. Поэтому уделяйте внимание и этому формату контента тоже. Но я так скажу, что он нужен как дополнительный. Пока еще нет такой популярности у этого формата контента. Я не перечислил формат контента. Это публикации в Facebook, публикации в Telegram, публикации в Instagram, потому что я иногда вижу действительно огромные публикации в этих соцсетях. По одной простой причине, потому что это не является контент-планом для вашего сайта. Я бы его брал как дополнительный контент-план для того, чтобы возвращать трафик на ваш сайт. Потому что в этих соцсетях вам не нужно ничего планировать. Вы хотите написать, пишите. Вам не нужно следить за тем, есть ли трафик, произойдет ли каннибализация. То есть в соцсети я выделяю, как вы можете там общаться в свободной форме, не путаясь. Если в YouTube вам нужно как-то слинковывать между собой контент, чтобы он помогал друг другу продвигаться. Если в SEO вы должны учитывать колоссальную каннибализацию, потому что нельзя писать про одно и то же. То там тоже есть определенные нюансы. По поводу блога я бы сказал, что вам нужно обязательно не писать без конца одно и то же, а обновлять то, что вы написали год назад. Потому что обновление контента, фактически переписывание статьи с нуля иногда бывает. Я переписал несколько статей просто под корень. Фактически я не создал ни одной новой статьи, но я просто переписываю некоторые статьи. На то нужно, потому что я не буду писать про одно и то же много раз на блоге. Я перепишу старую, дополниваю актуальной информацией. Второй момент, когда вы создаете контент, вы должны уделить внимание, конечно же, его оформлению. Это видео не записано на фоне зеленого экрана. Ему сделан более-менее какой-то дизайн. И действительно на то есть причины. Люди не смотрят сырой контент. Это по доказательству тому ряд моих роликов, которые я снял на коленке, их смотрят кое-как. Ролики же с дизайном смотрят, конечно же, круто и до конца, где есть там красивые определения, какая-то анимация. Вот, собственно, вот эти трюки, которые делает нам наш дизайнер. Ему огромное спасибо. Также, если вы заметите, у нас статьи не написаны просто как обычный документ Word. Даже на статьях есть более-менее стильный дизайн. Он простой, с одной стороны, но это не значит, что он легкий. Дизайн продуман, мы каждый элемент продумывали. И дизайн у статьи должен быть сделан правильно. Мы изучали большинство конкурентов нашей ниши, большинство сайтов нашей ниши. Такие как Nail Patel, Brian Dean, Search Engine Journal. Тот же, забыл Барри Шварца сайт, забыл как он, Surround Table точно. Мы смотрели большинство сайтов нашей ниши и смотрели их дизайн, их стилистику, как они делают свои сайты. И взяли за основу определенные фишки у каждого из них и собрали свой дизайн. Свой дизайн SEO Quick, который вы видите в данный момент на нашем блоге сейчас. И, конечно же, дизайн графики, дизайн скриншотов. Даже скриншоты нужно тоже грамотно обрабатывать, чтобы они выглядели симпатично. И, конечно же, инфографики. Инфографики тоже нужно наделять внимание. Если ваша статья изобилует огромным количеством текста, огромного количества цифр, то есть где куча фактов, лучше их изобразить дополнительно, чтобы клиент посмотрел, почитал и понял, что вы хотели сказать. Зачем вы привели эту кучу фактов? На что вы основывались, когда вы приводили огромное количество фактов? Ну и, конечно же, у вас должен быть самостоятельный свой дизайнер. Если вы планируете заниматься контентом, дизайнер у вас просто должен работать постоянно. Он должен создавать вам все. Дизайн даже плашек для видео, дизайн плашек для подкастов, дизайн просто статей. Да, вам нужен дизайнер. Вы можете сказать, зачем мне все эти расходы? Самостоятельное продвижение сайта делается даже так. То есть вам не нужно где-то заказывать на стороне и переплачивать. Найдите своего дизайнера, ему будут работы выше крыши. Если вы хотите продвигаться, если вы хотите бросить свой сайт в чулан на задворке поиска куда-то в конец, то, конечно, да, это другое. Но если вы хотите действительно заниматься своим сайтом, дизайнер должен быть у вас. Он должен нарисовать все. И дизайн для верстки страниц. И фактически дизайн графики для видео. И дизайн статьей. Он все это должен рисовать. Мы знаем, у нас дизайнер работает, загружен постоянно. Мы даже с трудом берем клиентские заказы. То есть не всегда берем их, потому что у нас огромное количество работы у нашего дизайнера. Он работает над всем этим контентом, который вы сейчас смотрите, читаете и иногда слушаете. Да, почему иногда? Потому что не забываем подписываться на подкасты, я буду только рад. Я там много чего интересного рассказываю. Я недавно анонсировал рубрику словарь SEOшника для новичков, кто не знает определенные SEO-термины. Но и не забываем, конечно же, продвигать свой контент. Все, что вы создаете, нужно продвигать. Продвигать можно разными методами. Есть простой метод переливания трафика. Например, когда у вас раскручен YouTube канал, вы рекомендуете сойти на статью, как я вот сейчас порекомендовал сходить на статью, да, вот в описании ссылочек, куча полезных уже накопилось. Вы посмотрев ролик, захотите почитать и перейдете. Это называется тактика переливания трафика. Так можно переливать трафик из соцсетей, например, непосредственно к вам на сайт. Или наоборот, из сайта на соцсети. Когда вы делаете, допустим, ставочку вашего по Instagram-поста в статье, которая имеет наибольшее количество трафика. Во-вторых, вы можете действительно разогнать свой трафик на созданный вами контент через те же соцсети. Опубликовав пост в соцсетях, опубликовав ссылочку на созданный вами контент, будь то видеоролик, подкаст или статья, вы можете попросить этот пост репостнуть в каком-то паблике. Можно за деньги, можно, если он очень действительно классный. Вас заберут и репостнут ваши друзья, коллеги, партнеры, сделают репост у себя. И таким образом к вам придет новый трафик, который принадлежит уже другому пользователю, они посмотрят и изучат ваш контент. Тактика репоста, репост в соцсетях, это самый простой метод, как говорит, ну не самый простой метод, самостоятельного продвижения сайта, где вы не тратите деньги, а только лишь ваши усилия. Вторая тактика, мы называем ее тактикой ретаргетинга. Если у вас стоят соответствующие все пиксели, Facebook, ВКонтакте, Яндекс.Метрики, Google Аналитики на вашем сайте, вы можете любой созданный вами пост, ну условно говоря, ссылку, любой контент, пустить в ретаргетинг на этих площадках, потому что по факту вы можете отслеживать посещение, взаимодействие с вашим контентом. Все знают, что можно отслеживать действия на YouTube и ретаргетировать контекстную рекламу в Google Ads, благодаря того, что пользователь подписался, либо не подписался, и формировать вот эти комбинации аудитории самостоятельно, не прикладывая к этому никаких усилий, ну фактически только зайти в кабинеты и настроить вот эти аудитории, их логику. Если вам действительно трудно настроить логику, вы можете написать логику на бумаге и попросить вашего контекст-менеджера их настроить. Кстати, я это тоже умею делать, мне только надо логика. Вот так и важна вот эта логика тем, допустим, кто смотрел видео, но не подписался, или тем, кто написал комментарий, но, допустим, не купил. Эту всю логику можно продумать и действительно настроить правильную контекстную рекламу по промотированию вашего контента, либо даже ваших товаров и услуг. Следующий метод привлечения трафика – это e-mail рассылка. У вас может быть собранная уже контактная база ваших клиентов, которую вы собираете сами, вы ее не дадите никому. И e-mail рассылка – это то, что будете делать только вы самостоятельно. Поэтому e-mail база – это то, что должно быть у вас под рукой. И поэтому рассылайте ваш контент, все ваши предложения, все ваши акции равномерно. Не старайтесь, чтобы вас кинули в отписку, чтобы вас кинули в спам, потому что мы даже с этим сталкивались, мы сейчас стараемся очень лаконично рассылать письма. Да, действительно, не будьте с фанатизмом, рассылайте изредка, но промотируйте свой контент. Поэтому составьте контент-план так, чтобы вы контент не пилили там каждый день по чему-то новому, а так, чтобы он выходил и действительно люди его ждали. И, конечно же, ждали от вас письма на e-mail рассылки по поводу самого важного контента, который вы выпускаете. Ну и следующий метод, конечно же, продвижения контента, это называется взаимодействие с экспертами. В вашей нише всегда есть эксперты. Это лидеры мнений, блогеры, специалисты, которые действительно ведут свои раскрученные паблики, точно такие же, как и ваш. И, конечно, если вы создаете контент, просто вы можете написать ему в личку, например, попросить его оценить или репостнуть, все что угодно, он репостнул. Сейчас технология это позволяет делать практически мгновенно. Написал, что похвалил вас действительно за классную, допустим, информацию, да, чтобы там действительно поделились какой-то полезной информацией. И, соответственно, получили небольшую долю аудитории из его паблика. При этом вы не потратили ни копейки, но это не сделает за вас SEOшник, это можете сделать только вы и самостоятельно. Соответственно, если вы хотите, чтобы эксперт вас заметил, вы, допустим, оцениваете его созданную статью, допустим, пишете свое ревью на созданный его контент, вы можете просто его тегнуть в тех же соцсетях, в Инстаграме, например, можете тегнуть его непосредственно в Фейсбуке. Если вы тегаете в Инстаграме, он может запостить вас, ответить на вас в сторис своем, и это увидят его миллионы, например, подписчиков. Или он может сделать репост в Фейсбуке, либо написать комментарий, и это увидит аудитория подписчика, подписчики его в Фейсбуке, таким образом, ну и ВКонтакте точно так же. Поэтому тегайте всегда специалистов, если это будет актуально. Но следует не усердствовать. Если вы будете слишком часто тегать, он скажет, что это нежелательный тег, отменит больше, вы его тегнуть не сможете, и привлечь к себе внимание тоже. Это все на сегодня. Спасибо, что смотрели наше видео. Задавайте вопросы в комментариях, обязательно дам на них ответы. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и до новых встреч!